всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор сегодня мы рассмотрим работу с базами данных на языке php и мы рассмотрим это на примере четырех основных функций это create read update и delete и мы создадим вот такую вот систему здесь можно добавлять новые записи в пазу данных мы заполняем какую-то информацию форме нажимаем добавить и она добавляется у нас в таблицу как вы видите здесь базе данных мы сразу же видим эти данные также мы можем чтение осуществлять этих записей из таблиц базы данных и сразу же здесь все это выводить при необходимости мы можем обновлять то есть мы нажимаем здесь обновить изменяем какие-то данные и у нас здесь сразу же все изменяется и также все изменяется и в базе данных и естественно мы можем удалять любую из этих записей и она у нас удаляется из базы также здесь есть дополнительная возможность но ее вы сможете реализовать самостоятельно я расскажу вам в конце этого видео это будет домашнее задание для того чтобы вы смогли попрактиковаться поэтому обязательно досмотрите до конца и вы уже будете понимать как устроена эта система и мы разберем все нюансы в работе с базами данных на php друзья не забывайте подписаться на канал если вы еще не сделали этого нажимайте на колокольчик оцениваете видео пишите комментарии это очень сильно помогает мне в развитии канала и мотивирует создавать больше полезного материала для youtube канала для того чтобы работать с php базами данных нам нужен локальный сервер или же реальный хостинг я буду использовать локальный сервер open server у меня на канале огромное количество видео потому как с ним работать если вы не знаете как это делается то обязательно посмотрите их ссылку вы найдете в описании и в подсказках а сейчас же мы сразу же переходим к работе с сервером то есть он у нас установлен сейчас и запущен как вы видите по этому зеленому флажку нам необходимо перейти в дополнительно php myadmin также если у вас нету этого пункта необходимо перейти в настройки модули и вот здесь выставить mysql самую последнюю версию и применить эти настройки сохраняем и после этого у вас здесь в разделе дополнительно появляется php myadmin нажимаем перейти и у нас открывается php myadmin первый раз у вас спросит здесь пароль у меня сейчас пароль не спрашивает потому что я только что буквально его вводил по умолчанию у вас логин и пароль может быть root а может быть с пустым паролем это также я рассказывал в уроках по open server и последнюю информацию вы можете найти в документации open server здесь есть вся информация про логин и пароли для того чтобы получить доступ к базам данных и другим каким то модулем здесь есть вся эта информация потому что она часто меняется когда версия open server изменяется и у вас может быть какие то несостыковки сейчас вы видите что на последней версии подключение к mysql выполняется с пользователем root и пароль указывается пустой в одно время был пароль также root как и пользователь поэтому здесь всю эту информацию вы можете получить после того как мы попали в php myadmin мы можем приступить к работе с базами данных здесь нам необходимо создать базу данных нажимаем на вот эту кнопку я немного увеличу сейчас здесь масштаб чтобы вам было виднее и указываем здесь любое название я укажу крат 2 так как у меня уже есть база данных крат крат это сокращение от четырех данных аббревиатур которые мы будем использовать это функция create read update и delete 4 буквы из этих функций поэтому я называю базу данных таким образом вы же можете дать абсолютно любое название здесь выбираем кодировку можно выбрать из этого раздела utf 8 mb4 и найдем здесь юникод си нажимаем создать у нас появляется база данных теперь мы должны создать здесь какую-то таблицу давайте создадим таблицу гудс это у нас будут товары и здесь мы будем имитировать что-то вроде интернет-магазина то есть добавлять какие-то простые товары на этом примере мы рассмотрим работу с базами на php количество столбцов оставим 4 нажимаем вперед теперь здесь нам необходимо указать какие столбцы будут в нашей таблице укажем здесь id первый столбец тип пусть будет интеджер длина 11 будет более чем достаточно для длины идентификатора также вот здесь индекс выставляем primary то есть первичный ключ эти все понятия у нас в базах данных я рассказывал в отдельном курсе по базам и если вы не очень хорошо понимаете что здесь происходит то лучше конечно ознакомиться сначала с этим курсом так как здесь мы будем делать акцент больше на php нежели на сами базы данных но тем не менее я постараюсь здесь достаточно подробно все рассказывать мы выставили здесь первичный ключ и выставляем галочку авто инкремент для того чтобы у нас идентификатор сам автоматически увеличился то есть мы не будем идентификатор устанавливать для наших товаров а он будет сам изменяться то есть если есть товар с id 3 следующий товар будет автоматически иметь идентификатор 4 и так далее далее укажем следующий столбец title давайте установим здесь вар чар это будет заголовок нашего товара то есть его название установим здесь длину например 255 по умолчанию поставим нул для того чтобы в случае когда мы это не заполним поле у нас выставлялось пустое значение далее следующее у нас будет description это описание нашего товара здесь можно выставить тип текст для того чтобы можно было указывать большое количество текста длину здесь указывать не нужно текст имеет сам определенную длину которую мы сможем записывать в это поле здесь также установим значение по умолчанию и последний столбец у нас будет price пусть здесь будет значение integer также установим здесь 11 этого будет достаточно для цены и также установим здесь значение по умолчанию нул в принципе сейчас мы создали все столбцы можно нажать сохранить и у нас создастся эта таблица если вам необходимо добавить еще столбцы вот здесь указываем количество столбцов нажимаем вперед и они у нас здесь появляются если их оставить пустыми то есть ничего здесь не заполнить и нажать сохранить то этот пустой столбец не добавится и вы сейчас видите в результате после сохранения у нас имеется четыре поля которые мы только что создавали то пустое здесь не добавилось этот раздел структура позволяет нам посмотреть все наши столбцы их тип какая здесь установлена кодировка значение по умолчанию все эти первичные ключи или обычные индексы и всю подробную информацию о этой таблице в разделе обзор мы можем увидеть все эти столбцы в привычном нам виде в виде обычной таблицы и когда мы добавлять сюда будем какие-то товары они будут отображаться именно вот здесь в этой таблице чуть позже мы это увидим теперь давайте создадим каталог в котором мы будем работать на диске c где у меня установлен локальный сервер open server есть его каталог внутри каталог domains и здесь можно создать любую папку с любым названием это будет наш проект назову я также крат 2 так как просто крат у меня уже существует и это пустой каталог я открываю его в редакторе vs code у вас же это может быть любой другой редактор которым мы привыкли пользоваться после этого необходимо перезагрузить локальный сервер я нажимаю здесь перезапустить дожидаюсь пока флажок снова станет зеленым и здесь в разделе мои проекты выбираем тот проект который мы только что создали и и вот мы видим здесь сейчас браузере у нас крат 2 слэш то есть мы запустили полностью наш проект нам здесь нужно проверить работает ли у нас php давайте создадим здесь в корне файл индекс php создаем здесь php tag и указываем функцию php info эта функция позволяет увидеть информацию о самом php и его версии сохраняем и обновляем браузер мы видим у нас появилась информация от функции php info и здесь версия php и многое другое то есть мы сейчас убедились что у нас php работает и мы можем приступить уже к работе с базами данных первое что мы рассмотрим это чтение и как можно получить данные из базы для этого мы добавим сейчас сюда несколько записей в эту таблицу переходим в раздел вставить и здесь мы можем создать какие-то товары здесь заполняем все поля кроме идентификатора его в принципе устанавливать необязательно он будет автоматически у нас наращиваться так как мы установили его в автоинкремент первичный ключ указываем здесь тайту description и прайс также можем сделать это для следующего товара и после того как мы здесь все заполнили мы можем нажать вперед видим здесь скил запрос который у нас выполнился и если мы перейдем на вкладку обзор у нас здесь есть две записи первый товар и второй товар здесь все эти столбцы заполнены и мы также можем вставлять записи в таблице с помощью скил этот интерфейс нам упрощает работу но вообще все это можно сделать с помощью скилл здесь в самом низу мы можем нажать предпросмотр скилл и мы видим здесь скилл запрос который позволяет нам сделать то что мы сейчас сделали с помощью графического интерфейса скопируем его перейдем на вкладку скилл и вот здесь вставим данный запрос вам не обязательно знать здесь скилл тут достаточно понятно все из этого запроса и так то есть insert into goods то есть вставить в эту таблицу с таким именем столбцы айди тайту description и прайс и указываем значение в скобках для айди следующее для тайту для description и для прайс то есть айди мы можем не указывать оставляем нул он у нас автоматически изменится а вот здесь мы можем в кавычках передавать любые значения сейчас я здесь заполняю какие-то значения и после этого я нажимаю вперед выполняется данный скилл запрос если мы перейдем на вкладку обзор то мы видим что у нас также добавился третий товар и сейчас мы научились работать с добавлением записей в таблицу с помощью интерфейса php myadmin и также с помощью sql как вы видите все достаточно просто после того как у нас уже есть здесь какое-то количество записей в таблице давайте попробуем прочитать эти данные и вывести их на нашем сайте для начала нам необходимо установить соединение с базой данных давайте создадим переменную назовем ее connect и здесь используем функцию mysql connect также существуют функции просто mysql connect и она будет аналогично но для старых версий php в новых версиях используются именно вот такая вот функция это стандартная функция php поэтому вы также в документации можете найти по ней информацию вот здесь нам необходимо передать параметры этой функции для того чтобы установить соединение первый параметр это наш сервер и его посмотреть можно вот здесь вы видите сервер 127 001 это наш локальный сервер то есть localhost сокращенно можно использовать или же указать данный айпишник без вот этого порта 3306 поэтому мы здесь указываем просто слово localhost следующим параметром указывается логин от php myadmin который необходим для входа я показывал вам где их можно посмотреть на примере с open server если же у вас какой-то другой сервер или же реальный хостинг то вы используете те данные которые у вас есть для доступа в эту админку я здесь указываю root также следующим параметром я указываю пароль у меня он также root потому что у меня версия open server немного старее чем последняя поэтому логин и пароль у нас был root если у вас пароль в новой версии пустой то вы оставляете здесь пустые кавычки вот таким образом и через запятую необходимо передать название базы данных с которой мы будем связываться это то название которое мы создали для баз данных в моем случае это крат 2 и здесь обязательно ставим точку запятой сохраняем видим что сейчас уже ничего не подчеркивается ошибок нету также необходимо проверить удалось ли нам установить соединение самый простой способ мы создадим здесь условия if и с помощью восклицательного знака то есть отрицание мы укажем данную переменную connect то есть если не получилось установить соединение в этой переменной что-то не так то мы здесь завершим выполнение с помощью функции да и укажем здесь ошибку напишем ошибка подключения к базе данных и таким образом мы сейчас создали соединение с базой данных давайте сохраним и обновим эту страницу видим пока что белый экран если мы здесь изменим например пароль на неправильный или же название базы которые у нас нету то у нас сейчас должна появиться ошибка мы видим ошибку и выводится то сообщение которое мы сами здесь указали то есть у нас все работает и данным способом мы смогли соединиться давайте здесь создадим сейчас каталог конфиг и внутрь него добавим файл connect.php так как мы будем использовать подключение к базе данных в разных наших файлах мы будем использовать подключение отдельного файла соединением вместо того чтобы писать этот код каждый раз заново поэтому мы его вырезаем вставляем в этот файл здесь обязательно не забываем добавить php в самом начале и и теперь в любом месте в любом другом файле php мы можем подключить данный файл connect.php с помощью require once то есть подключить один раз этот файл и мы указываем здесь путь config slash connect.php таким вот образом мы вынесли подключение к базе данных в отдельный файл и здесь мы подключили этот файл одной вот такой строкой давайте здесь закроем данный php код и и теперь мы можем писать обычный html я пишу восклицательный знак tab для того чтобы с помощью emit создать вот такой вот стандартный шаблон укажу здесь title товары и создам сейчас простой html для добавления таблицы я это сделаю с помощью emit указываю здесь table внутри у нас будет тэр внутри данного тэр тэйч умноженное на четыре и рядом будет еще один тэр в котором будет четыре тэга тэдд вот такой вот у нас получается код нажимаем tab и видим вот такую таблицу сейчас теперь необходимо добавить какие-то стили чтобы это все у нас выглядело достаточно приятно и нам было удобно этим пользоваться сейчас я здесь создам каталок css и внутрь помещу файл ставил css который у меня уже заранее подготовлен вы можете его посмотреть поставить на паузу и ознакомиться с этим файлом здесь нет ничего сверхъестественного надеюсь вы все прекрасно понимаете что здесь написано я добавил эти базовые стили для того чтобы все элементы наших таблиц и форм отображались приятно и нам было удобно этим всем пользоваться поэтому на этом моменте я не заостряю внимание мы здесь изучаем именно php и работу с базой данных здесь мы добавим тэг линк укажем путь css slash style .css то есть подключаем этот файл стилей и здесь мы укажем сейчас заголовки для нашей таблицы первый заголовок у нас будет айди далее у нас будет название описание и цена здесь у нас будут какие-то данные пока что я их заполнил вручную но дальше они у нас будут добавляться здесь в цикле из нашей базы данных вот отсюда давайте посмотрим что у нас получилось в результате этой страницы мы видим сейчас вот такую таблицу с этими стилями и здесь имеются какие-то заголовки и один товар который мы сейчас добавили здесь вручную статично создадим здесь новую переменную назовем ее goods и с помощью функции mysql query мы можем сделать запрос в базу данных так как соединение у нас уже установлено мы можем это сделать таким образом первым параметром здесь необходимо передать соединение мы передаем переменную connect мы имеем к ней доступ так как подключили вот этот файл извне и здесь есть это переменная с соединением поэтому мы здесь ее можем смело передать и через запятую нам необходимо указать sql запрос который будет получать записи из таблицы где можно узнать sql запрос если вы только начинаете со всем этим работать мы переходим в нашу таблицу и видим здесь в самом верху есть вот такая строка select звездочка from goods то есть с помощью этого sql запроса мы можем получить всю нашу таблицу все эти данные и здесь как раз таки выполняется этот запрос и результате мы видим вот эту таблицу внутри админки php myadmin здесь мы можем как раз таки этот запрос также добавить добавляем его в двойные кавычки копируем просто из php myadmin добавляем здесь точку запятой в конце и теперь у нас здесь хранятся данные в результате этого запроса то есть вся наша таблица goods здесь находится давайте попробуем сейчас вывести эти данные но мы не сможем их просто вывести с помощью эхо поэтому используем здесь специальную функцию var dump в параметрах ей передадим эту переменную goods и посмотрим сейчас что мы здесь увидим мы видим вот такой вот объект здесь у нас имеются как раз таки наши какие то поля длина и нас интересует вот этот параметр нам rose количество строк как раз таки здесь и хранятся наши все эти строки вы видите что их действительно три и мы хотим получать оттуда данные для того чтобы все это преобразовать к обычному нормальному массиву мы можем использовать специальную функцию которая у нас называется mysqli fetch all и давайте сразу же запишем в эту же переменную goods не будем создавать здесь новую запишем сюда mysqli fetch all и передадим здесь параметр как раз таки данную переменную то есть мы ее здесь передаем функцию и записываем в эту же переменную уже новый результат здесь уже будет вполне нормальный массив можем вывести его с помощью printr функции и посмотреть что мы получаем здесь в результате выводим данную переменную с помощью этой функции и видим уже в таком вот достаточно понятном виде здесь эти данные то есть мы видим товар 1, описание товара 1, его цена далее товар 2, описание товара 2 и так далее если вы хотите это все более удобно выводить то вы можете вводить это теги pre с помощью эха мы можем добавить здесь тег pre и после printr мы можем закрыть данный тег этот тег позволит нам сохранить форматирование то есть выводить все вот в таком вот удобном виде на отдельных строках и мы видим здесь ID, описание, название и цену для каждого из этих товаров это уже обычный массив который состоит в свою очередь еще из массивов и там уже находятся данные из таблицы поэтому мы их сейчас получили конвертировали с помощью этой функции и можем уже отсюда их перебирать в цикле для того чтобы вывести вот здесь нам здесь в цикле необходимо выводить эти элементы tr и вставлять динамически вместо вот этих чисел и текста уже реальные какие-то значения из этого массива поэтому вот в этом месте мы сейчас откроем php tag давайте сразу же его закроем и в этом разрыве мы напишем цикл for each цикл for each на php создается следующим образом мы здесь указываем переменную которую мы будем обходить в цикле это наша переменная goods и указываем as item например то есть как будет называться каждая переменная на отдельных итерациях цикла вы можете здесь указывать любое название и как раз таки к вот этой переменной мы будем обращаться в цикле здесь мы внутри можем указать эхо и внутри эхо мы можем указать вот такой вот тег tr здесь добавлять конкатенацию то есть мы делаем разрыв строки и с помощью точки мы можем добавлять эти переменные то есть мы указываем item в квадратных скобках 0 это у нас наш индекс под первым заголовок и так далее то есть таким вот образом мы можем сейчас это все здесь добавить здесь изменим индексы и придадим этому более менее опрятный вид но согласитесь что с помощью эхо не очень удобно все это выводить давайте посмотрим работает ли у нас все это в результате и сейчас видим действительно мы получили эти товары из базы данных и один еще у нас внизу добавлен это наш статический вот этот html пока что не обращайте внимание но вы видите что в цикле у нас уже все работает и таким вот образом мы можем данные из этого массива который мы получили из базы данных выводить на странице в виде таблицы например или в виде любой другой структуры html которая вам необходимо указывать здесь классы любые атрибуты и все что требуется но есть более удобный и красивый способ это сделать сейчас мы будем применять его мы просто здесь сделаем разрыв php тега и в данном разрыве мы можем поместить html код мы просто его вырежем добавим и единственное здесь теперь вместо вот этих вот статических данных необходимо вывести также динамические данные то есть мы можем здесь указать php тег далее echo и указать что мы хотим здесь вывести то есть item и в квадратных скобках индекс далее php закрывается и это все у нас выводится точно так же только нам здесь конечно же нужно индексы поменять сохраняем данную таблицу и видим сейчас что мы получили в принципе тот же результат но давайте еще немного оптимизируем этот код и вот здесь вместо echo и данного php тега мы можем сделать сокращенный php тег вопрос равно и сразу же указывать любую какую-то переменную и это будет то же самое что и было до этого то есть равносильно что мы укажем с echo данную переменную то есть просто ее вывести в этом теге td то есть мы вот такую вот запись сейчас здесь добавили видим что все у нас работает и мы сейчас рассмотрели первый механизм взаимодействия с базами данных это чтение данных из таблиц то есть мы можем теперь получать данные и выводить их в цикле в любом виде как нам только захочется теперь давайте рассмотрим следующую функцию это create то есть добавление новых записей в таблицу чтобы добавить нам какой-то товар нам нужна здесь форма с этими полями то есть заголовок цена описание все это мы можем заполнить в форме нажать отправить и эти данные должны будут отправиться в базу данных и здесь появится новая запись а уже автоматически она здесь также выведется в эту таблицу поэтому давайте сейчас поработаем над этим здесь я добавил сейчас вот такой код просто заголовок и форма обратите внимание что здесь указано в этой форме action у нас указан файл vendor slash create php создадим этот файл он будет обрабатывать нашу форму создадим здесь для начала каталог вендор там мы будем размещать все файлы которые будут выполнять те или иные действия с базы данных и создадим здесь файл create .php метод у нас будет использоваться пост и далее у нас идут поля название input type text и обязательно name с помощью этого атрибута name мы сможем в php получать данные из этих полей здесь как вы видите name title далее у нас name description и name price таким образом мы с помощью метода пост сможем извлекать эти данные из глобального супермассива пост здесь у нас input с типом number для того чтобы мы могли вводить только число и button с типом submit когда мы будем нажимать на эту кнопку будет отправляться форма по вот этому адресу и script create.php все что в нем написано будет выполняться то есть мы в нем будем делать как раз таки отправку вот этих данных из формы в базу данных такая вот простая здесь форма если мы сейчас взглянем на страницу то мы видим вот такой вот внешний вид теперь давайте поработаем с php сделаем так чтобы все эти данные которые мы здесь будем вводить отправлялись если мы сейчас что то заполним и нажмем добавить мы видим мы перешли к этому файлу то есть у нас срабатывает как раз таки действие action и перебрасывает нас на данный файл create.php перейдем к файлу create.php здесь мы сразу же начнем это все с php подключим соединение с базой данных так как оно нам тоже здесь понадобится мы используем здесь вот эту строку require once и единственное здесь нам нужно изменить путь так как мы находимся сейчас в каталоге вендор нам необходимо выйти на уровень выше то есть указываем здесь две точки слэш а уже после этого переходим в конфиг и подключаем этот файл теперь нам необходимо получить данные из формы давайте сейчас выведем с помощью printr глобальный супермассив пост укажем здесь его название он записывается таким образом доллар нижнее подчеркивание пост все заглавными буквами и посмотрим что у нас находится в этом массиве перейдем сейчас к этому файлу и видим здесь title description price то есть у нас ничего здесь нету потому что мы не заполнили эти данные давайте заполним здесь что-то и в таком случае мы видим все эти данные под определенными ключами в этом массиве как раз таки отсюда мы можем их извлекать очень удобно давайте создадим здесь сейчас несколько переменных первое у нас будет называться title мы здесь получаем из этого массива поле title следующее у нас будет description и следующая price то есть мы просто создаем здесь переменные с соответствующими названиями вот здесь данное значение должно совпадать с тем атрибутом name который мы указывали в формах а сама переменная может называться как угодно но у меня эти названия совпадают для того чтобы было максимально удобно и мы никогда не запутаемся в таком случае поэтому мы здесь создаем переменные присваиваем им значение из формы которые мы получаем с помощью метода пост из этого массива и теперь здесь у нас все эти данные находятся мы здесь будем также использовать mysqli query чтобы сделать запрос к базе данных и будем делать запрос на добавление таблицы мы уже видели здесь как это делается то есть в разделе вставить можно посмотреть SQL предпросмотр SQL и видим вот такой вот SQL код скопируем его сейчас и просто здесь он нам понадобится для того чтобы выполнить эту функцию мы указываем функцию mysqli query здесь мы ее уже можем не записывать ни в какую переменную потому что мы просто вставим данные в таблицу и нам не нужно больше ничего будет с этими данными делать здесь также мы указываем connect и вторым параметром мы указываем запрос который сейчас скопировали вставляем его и вот здесь нам необходимо все это заполнить указываем здесь одинарные кавычки и в одинарных кавычках мы можем просто выводить эти переменные то есть мы вставляем название переменной вместе с долларом и таким образом мы в title будем вставлять переменную title то есть то что мы заполнили в нашей форме в description соответственно description и также вот здесь указываем в последнем нашем поле price ставим здесь точку запятой и вот такой вот у нас получился код sql запроса первое поле здесь у нас null для того чтобы идентификатор автоматически у нас подставился также давайте сразу здесь предвидим такую возможность укажем здесь header для того чтобы сделать переадресацию после того как этот скрипт выполнится мы хотим перейти снова на главную страницу потому что мы добавили товар мы перешли на страницу create.php и нам необходимо будет после того как все это выполнится у нас данный запрос вернуться назад мы укажем здесь location двоеточие и мы можем указать здесь две точки slash index.php для того чтобы вернуться на каталог выше и открыть файл index.php или же просто указать здесь slash то есть родительская директория в таком случае у нас произойдет то же самое аналогичных способов поэтому мы указываем здесь вот такую функцию header сейчас она позволит нам переадресовываться и возвращаться на главную давайте сейчас вернемся обновим и добавим здесь новый товар я заполнил все данные нажимаю добавить и вижу что мы сейчас сразу же оказались на главной странице потому что у нас сработало вот это перебрасывание и мы даже не заметили тот момент как мы перешли на другую страницу здесь у нас как вы видите уже находится новая информация которую мы только что добавили если мы посмотрим в базе данных на странице обзор мы также видим добавился у нас четвертый товар как вы видите все предельно просто и думаю достаточно понятно как здесь работать с добавлением новых строк в таблицу и теперь мы уже умеем читать данные из таблиц и добавлять новые данные давайте рассмотрим следующую функцию это апдейт для того чтобы изменять какие-то данные например мы хотим изменить вот этот товар здесь сейчас добавим новый столбец с кнопкой изменить и нажав на нее мы сможем редактировать данный товар то есть мы сможем изменить название описание и цену после этого сохраним и здесь эти данные также у нас обновятся давайте здесь добавим еще один тег th я здесь укажу специальный символ его можно найти в интернете в различных таблицах специальных символов на html и я здесь указываю такой вот заранее найденный спецсимвол если мы посмотрим что он делает он добавляет вот такой вот карандашик то есть здесь у нас будет возможность редактировать запись внести изменения обновить ее и тем самым она изменится также здесь добавим сейчас еще один тег td в нашем цикле чтобы выводить еще один столбец укажем здесь тег а напишем текст обновить и эта ссылка будет перебрасывать нас на update.php такой вот файл мы сейчас его создадим здесь в корне и там будет у нас форма в принципе такая же форма как и здесь только с помощью нее мы сможем внести данные в эти поля и изменить какую-то запись сейчас мы сохраним и посмотрим что у нас получилось мы видим здесь четыре ссылки возле каждого товара своя собственная ссылка чтобы мы могли редактировать именно тот товар напротив которого находится данная ссылка но все они переходят на файл update.php как вы видите внизу слева это ссылка нам необходимо как-то обозначать что данная ссылка у нас будет редактировать первый товар то есть товар с id1 вторая ссылка товар с id2 и так далее для этого мы можем использовать get параметры которые передаются прямо в адресной строке мы можем указывать здесь через вопрос первый параметр например id а если вы хотите больше одного параметра то следующие параметры уже указываются через знак амперсенда нас же сейчас интересует только параметр id мы будем передавать идентификатор просто скопируем вот отсюда данное поле и добавим вот сюда то есть мы передадим id равное идентификатору соответствующего товара давайте сейчас сохраним и посмотрим что у нас получилось наводим на эту ссылку и видим внизу уже такой путь update.php вопросик id равное 1 здесь id равное 2 id равное 3 4 и так далее и вот как раз таки этот идентификатор который мы передали в адресной строке мы сможем получать с помощью супер глобального массива get так же как мы получали с помощью пост только для параметров get существует такой же аналогичный массив поэтому мы эти данные сможем извлечь и уже в зависимости от этого предпринять какие-то действия давайте сейчас скопируем вот этот код создадим новый файл назовем его update.php здесь у нас будет также php код в начале здесь у нас будет html код вставляем нашу форму добавляем здесь заголовок подключаем стили указываем здесь не добавить новый товар а обновить товар и поля здесь будут такие же названия описание и цена вот здесь у нас кнопка будет обновить и давайте посмотрим что у нас получилось если мы нажимаем на любую из этих ссылок мы переходим на новую страницу update.php здесь как раз таки эти параметры get которые мы передавали мы видим эту форму но мы хотим чтобы вот эти поля были заполнены по умолчанию в соответствии с идентификатором нужного нам товара то есть вот эти данные чтобы уже подставились мы нажимаем обновить видим что здесь по умолчанию и при необходимости это редактируем жмем обновить и у нас все отправляется снова в базу данных поэтому мы сейчас сделаем здесь следующее мы здесь в самом начале также установим соединение с базой данных просто скопировав эту строку как вы видите очень удобно повторно использовать этот код с помощью printr также для начала посмотрим что мы имеем в массиве get указываем его название доллар нижнее подчеркивание get и попробуем вывести это на страницу обновить видим здесь вот такой вот массив как раз таки id2 тот самый идентификатор из параметров get мы смогли получить из этого массива а точнее сможем его получить когда добавим это все в новую переменную назовем здесь переменную goods id и из этого массива мы получим параметр под вот таким вот ключом это будет идентификатор товара а сам товар мы получим с помощью sql запроса мы создадим здесь goods такую вот переменную укажем здесь mysql query здесь у нас будет connect и здесь у нас будет запрос нам необходимо получить только одну запись здесь которая имеет идентификатор равный вот этой переменной и мы уже не хотим здесь выводить весь список как мы получали в самом начале с помощью этого sql запроса давайте перейдем здесь в раздел sql и видим вот такой вот запрос с помощью ключевого слова v мы можем установить какое-то условие и здесь мы можем указать id равно например 2 нажать вперед и видим что мы получили одну единственную запись с этим идентификатором то есть вот такой вот запрос нам как раз таки подходит мы его сейчас скопируем вставляем здесь в двойных кавычках и вот здесь вместо этой цифры 2 мы просто выводим эту переменную то есть мы подставляем ее из get параметра для каждой отдельной записи здесь от параметра будет свой и как раз таки мы будем эти данные получать и вот здесь мы их получим уже из базы данных поэтому мы сделали такой вот дополнительный запрос здесь в принципе можно назвать переменную good так как это один товар у нас а не много далее эту же переменную мы с помощью mysql patch но уже не all как мы указывали до этого а вот такая вот функция assec она позволяет нам получить данные в виде ассоциативного массива то есть не в виде индексов у нас будут там храниться данные а в виде ключей так как мы используем их здесь то есть в виде текста поэтому мы указываем эту функцию передаем ей ту же самую переменную которую и записываем все это и здесь сейчас уже хранится наш товар один единственный который мы получили с помощью этого запроса но уже в нормальном виде массива и мы можем его использовать давайте с помощью printr также снова все это выведем обязательно не ленитесь это делать для того чтобы понимать на каком этапе что у вас происходит и вы видите все эти данные в удобном виде то есть вы видите эти id title description и что тут находится и в дальнейшем уже здесь можете в php использовать все эти параметры из данного массива и теперь так как мы имеем здесь уже нормальные данные мы можем вот здесь в форме установить их в значение value то есть по умолчанию для двух инпутов мы установим здесь value укажем здесь php tag с помощью эхо сразу же здесь мы выводим нужные нам значения то есть это наш массив good и в квадратных скобках в кавычках мы указываем здесь title а здесь price текстари мы указываем это между тегом текстари открывающим и закрывающим и также устанавливаем здесь этот параметр сохраним сейчас и давайте посмотрим что мы имеем обновим эту страницу и мы видим что здесь уже подставились товар 2 товар описание товара 2 и его цена если бы мы редактировали другой какой-то товар то подставляются все его данные то же самое это работает у нас и с этой страницы то есть мы переходим благодаря вот этому идентификатору из get запроса мы получаем эту запись и подставляем из нее все данные вот сюда теперь нам необходимо после редактирования и отправки с помощью этой кнопки отправить уже новые данные и записать их так как мы умеем но не просто добавить новую запись а обновить уже существующую для этого также существует SQL запрос который мы будем использовать здесь мы создадим в каталоге вендор новый файл назовем его также update.php но этот файл у нас будет именно выполнять весь функционал а файл который находится у нас в корне просто отображает форму для редактирования всех этих полей здесь также ссылку мы изменим vendor.update.php то есть вот этот файл который мы создали как раз таки будет выполнять обработку этой формы перейдем теперь в этот файл здесь давайте мы сейчас посмотрим как мы можем сделать SQL запрос для изменения данных нажмем вот здесь изменить и изменим какие-то значения я сейчас поменяю все три значения и нажму предпросмотр SQL в таком случае я вижу вот такой вот запрос если бы я не изменил некоторые из этих полей то я бы в принципе их здесь и не увидел поэтому нам нужен максимальный SQL запрос для изменения всех полей мы его получаем таким образом скопируем и можем здесь его использовать создаем здесь PHP давайте сразу сделаем MySQL Query здесь у нас будет так же как всегда connect укажем здесь connect через запятую укажем SQL запрос здесь нам необходимо вот эти поля пока что очистить давайте здесь оставим пустые кавычки и обратите внимание что здесь указывается именно условие v далее id у нас определенный id здесь 2 для конкретного случая но нам нужно будет его получать также из вот этих get параметров например и как нам это сделать чтобы мы конкретно знали какой у нас идентификатор у этого товара сейчас мы это все рассмотрим пока что мы здесь должны создать в самом начале подключение к базе данных и получение вот этих данных из глобального массива пост скопируем из файла create.php данный код вставим его в самом начале и сейчас мы получили title, description и price мы их в принципе уже можем вот сюда подставить но нам также нужно получить идентификатор и смотрите как мы можем это сделать в этой форме мы можем создать еще один input сделать его type hidden то есть скрытый input и установить для него name равное id и здесь мы как раз таки передадим вот эту переменную goods id которую мы получили из get запроса таким образом мы ее передадим в скрытом поле input а здесь это скрытое поле мы можем использовать так же как и все остальные то есть мы указываем здесь новую переменную и присваиваем в нее значение из name равное id то есть вот отсюда а value как раз таки у нас здесь уже установлено само и как раз таки здесь вы можете посмотреть для чего нужны скрытые input если вы раньше сталкивались с таким понятием но не понимали зачем это вообще может быть нужно как раз таки вот в таких ситуациях благодаря таким хитростям можно это все передавать из одной формы на другую какую-то страницу для обработки и теперь вот здесь уже хранится у нас идентификатор мы можем его вот здесь подставить вместо конкретного числа и для определенной записи у нас будет выполняться именно добавление а точнее обновление записи именно по этому идентификатору который мы также оттуда получили так же давайте здесь укажем функцию header здесь укажем location и установим здесь ссылаешь то есть вернуться на главную страницу сохраним страницу и попробуем здесь сейчас обновить какой-нибудь товар например изменим товар 4 нажимаем обновить укажем здесь товар 5 описание товара 5 цена 1500 нажимаем обновить видим он здесь изменился у нас проверим все ли изменилось у нас так же в базе данных видим действительно в базе данных также у нас уже новая информация которую мы здесь внесли и сейчас мы также научились работать с обновлением и нам осталось рассмотреть только удаление товаров delete это самое простое что мы сейчас можем сделать и сделаем эту функцию очень быстро давайте добавим сейчас возможность удалять записи и мы в нашем файле индекс добавим здесь еще один столбец дублируем предыдущий здесь у нас будет текст удалить файл у нас будет находиться в каталоге vendor slash и название у него будет delete также здесь передадим get параметр id для того чтобы было понятно какой элемент удалять и в таком вот случае мы сейчас получим здесь вот такой результат давайте добавим еще здесь заголовок и изменим стили для этого текста у меня здесь имеются уже стили но нужно вот здесь поменять единственный параметр а вот здесь в заголовке я добавлю специальный символ с следующим кодом обновим и видим здесь у нас крестик и удалить красного цвета то есть теперь мы можем удалить определенный файл здесь в get параметре передается его идентификатор нам нужно только написать скрипт создадим его в вендоре здесь у нас файл называется delete hp мы его не создаем на уровне с индекс и апдейт так как там не должен быть уже никакой html у нас просто выполнится этот скрипт и выполнится SQL запрос здесь мы копируем две вот этих строки подключение к базе данных и получение идентификатора из get запроса после этого мы выполняем здесь функцию mysqli query также connect и запрос на удаление мы сейчас скопируем вот отсюда мы попробуем удалить любую из этих строк нажимаем на крестик удалить и видим данный SQL запрос давайте скопируем его сейчас возьмем все что внутри кавычек и добавляем здесь видим delete from указана таблица и идентификатор указывается здесь таким образом то есть какую запись нужно удалить под каким идентификатором мы передаем просто эту переменную так как мы ее получили из вот этого параметра get для идентификатора определенной строки и таким вот образом у нас просто выполнится удаление нужной записи здесь мы также скопируем header то есть возврат на главную страницу и сохраним давайте попробуем обновить и удалить любую запись например второй товар видим здесь у нас ошибка с подключением connect.php потому что у нас здесь находится файл в каталоге vendor здесь нужно так же как и мы делали в create указывать две точки слэш поэтому мы здесь добавляем две точки слэш сохраняем и снова пробуем удалить удаляем второй товар видим что он исчез также в базе данных он удалился у нас и все корректно работает то есть мы можем сейчас товары удалять добавлять обновлять их и также просматривать товары или любые другие записи из таблиц на своих сайтах в любом месте и мы рассмотрели эти функции крат то есть 4 основных функции для работы с базами данных это create read update и delete в завершении хочу дать вам задание для того чтобы вы смогли закрепить изученный материал и попробуйте его выполнить самостоятельно сейчас вы видите у меня здесь добавлен еще один столбец просмотр если я на него нажимаю то я вижу новую страницу здесь вся информация об отдельном товаре и форма новая для добавления комментариев сделайте вот такую же страницу здесь добавьте этот столбец и возможность добавлять комментарии когда мы добавляем новый комментарий то вы видите что он сразу же появляется здесь в базе существует новая таблица в той же самой базе данных и здесь добавляются у нас комментарии вы видите сейчас их для определенного товара то есть здесь у нас айди товара а здесь айди для самого комментария то есть вот такая вот простая таблица и все они после этого сразу же выводятся здесь то есть вам необходимо реализовать этот функционал и закрепить все что вы изучили ранее также обратите внимание что самое здесь главное если мы удаляем какой-то товар вот я сейчас его удалю у меня также удалиться здесь все эти комментарии связанные с этим товаром у вас по умолчанию этого не будет и чтобы этого добиться необходимо сделать связи в базе данных то есть покажу вам подсказку в разделе структура есть связи и у меня установлена вот такая вот связь для того чтобы это все работало корректно то есть здесь при удалении и обновлении установлен тип cascade для того чтобы у нас из связанных таблиц удалялись записи у меня есть видео про то как делать связи в phpMyAdmin в базе данных отдельное видео почти на час обязательно рекомендую вам его посмотреть для полноты картины и вообще в целом изучить мой курс по работе с базами данных в phpMyAdmin на MySQL он абсолютно бесплатен есть на YouTube ссылки вы найдете в описании поэтому обязательно изучайте все эти материалы которые я прикреплю в описании для того чтобы лучше овладеть работой с базами данных но также я подготовил для вас репозиторий где уже есть весь код готовый этой системы здесь также есть SQL который можно просто здесь взять и импортировать и тем самым у вас появится вся та же самая база данных как и у меня и все это очень быстро настроить рекомендую вам посмотреть на этот код только после того как вы сами попробуйте все это настроить и сверить уже с тем что здесь я написал в этих файлах для того чтобы проверить себя или если вдруг у вас что-то не получится вы сможете здесь подглядеть эту информацию эта ссылка также будет в описании обязательно посмотрите здесь все и изучите как следует в завершении скажу что такой способ который мы рассмотрели достаточно небезопасен то есть он уязвим к SQL инъекциям но тем не менее мы его рассматривали здесь для того чтобы вы понимали как вообще происходит работа с базами данных на самом низком уровне то есть на самом стандартном уровне в PHP как раз таки после того как вы будете уже понимать всю эту концепцию что где добавляется какие здесь параметры передаются с помощью GET какие с помощью POST как их извлекать как делать запросы к базе данных для того чтобы получать данные добавлять обновлять удалять и все в этом духе после этого вы уже сможете расширить свои знания изучать например ПДО для того чтобы сделать свой код более надежным безопасным и также это отдельная наука работа с базами данных здесь также нужно все уметь это правильно настраивать оптимизировать чтобы у вас были правильно настроены связи для того чтобы все корректно работало поэтому после того как вы уже изучите базовые вещи на этом примере который я вам сейчас показал вы уже сможете двигаться дальше в любом случае надеюсь что видео было вам полезно и дало вам какие-то навыки вы знаете теперь как работать с базами данных на самом стандартном уровне на PHP в дальнейшем можете расширять свои навыки обязательно оцените это видео поделитесь с друзьями напишите свое мнение в комментариях и до скорых встреч в следующих уроках на моем канале вы просу и не забывайте это видео следую